Здравствуйте! Приветствую вас на канале МойСАП. И сегодня делюсь с вами новинками. То, что я приобрела себе нового. И что добавится в мою коллекцию. Сейчас перед вами вербена вегетативная. Вот такая она красавица. Попробуем ее почеренковать. Несколько пеларгоний королевских. Вот такая красавица у меня была в том году. Но она пропала. Не перезимовала. Хочу восстановить этот сорт. Тони или Тони она называется. Как-то так. Потом необычный вот такой оранжевый цвет королевской пеларгонии. Появляется в моей коллекции. А вот эта красотка красная. С темным глазком. При выборе и покупке кустиков в свою коллекцию. Мы конечно смотрим. Ну чуть-чуть смотрим на цветок. Совсем чуть-чуть. Что-то есть у нас такое или нет. А вот здесь уже все отсветшее. А в основном мы смотрим на строение самого растения. Много ли у него черенков. Можно будет ли его размножить. И будет ли это трудно или нет. И вот этот кустик я думаю должен мне дать несколько черенков. Что все-таки они прижились и остались надолго в моей коллекции. А вот эта красавица. Это моя королевка. Вот уже с того года ее подарила мне моя бабуля цветовод. И она пережила удачно зиму. И вот три экземпляра сейчас есть на свободной продаже. Чем еще могу похвастаться перед вами. Долго искала новогвинейский бальзамин. Нашла на Ленинском рынке. Срез мне только дали. Ну большие огромные блюдца там. Розово-белые. Здесь тоже блюдца не маленькие. И они оранжево. Ярко-оранжевого цвета. Вот такая красота. Переехала ко мне. Вообще я очень счастлива. И вот эти бальзамины. Они прекрасно дополнят бальзамины, которые у меня уже есть. Вот такой бальзамин. Ретофина. Он красный. Прям ярко-красный. Ну алый наверное. Пионерский галстук. Выращенный и семечко. Вот. Такой он. Отгорел чуть-чуть на солнышке. Обработаем его. Такие цветочки. Крупные махровые. Ну вот. Заодно показываю уже. То, что есть. И что добавляется. Это семечек выращено. Это пунш. А пунш вот этот. Да. А это виолет. Бальзамин уэллера. И так далее. Пеларгонием добавляется вот такая глазастая красотка. У меня есть с глазком. Но глазок более мелкий и более четкий. А здесь глазок он прям размытый. Прям почти на весь лепесток. Светло-розовый. Темно-розовый глазок. Крупноцветковая. И красненькая такая. Но она вообще красная. Это не пионерский галстук. Она прям красного цвета. Камера не передает вообще. Ее цвет какой-то с розова дает. У меня есть такая. Вот как на камере сейчас. А это прям красненькая. Не такая крупно-махровая. Но ярко-красный чистый цвет. Увидела и не смогла себе отказать в ее покупке. И вот еще. Скажете, ну что это за трава такая? Что это такое вообще? Ну не хотела долго. Я вообще долго с собой боролась. Чтобы не приобретать одно даже растение этого вида. Потому что потом нельзя остановиться. И придется собирать всю коллекцию. Ну или хотя бы какую-то ее часть. Однозначно. Ну посмотрим. Завладеет он моим сердцем или нет. Это остеосперма. Вот такой желтый, яркий. Продавец сказал, что он будет крупно-цветковый. Вот посмотрим. Посмотрим. Высадим в грунт. В грунт прям хочу высадить, чтобы он показал себя в полную силу. Какой он красавец. Еще по мелочи были приобретены Алису. Вот в кашпо хочу высадить портулак. У меня был портулак. У меня был только крупный махровый. Он сейчас на бутонах еще не расцвел. А здесь смесь. Потому что видно. Смесь. Потому что некоторые стволики светлые, некоторые темненькие. Махровый портулак. Хочу в кашпо. Так, что еще у нас тут есть? Георгинчик. Темненький. Тоже по стволику видно, что он темненький, помпонный. Фигара. Низкорослый. Хочу попробовать вырастить его как горшечное растение. Многие блогеры это показывают. Цветоводы-любители. Как они сохраняют георгины в зиму. Весной их прекрасно черенкают. И в горшках уже продают цветущие растения. Вот тоже идея. Фикс. В голове моей застряла. Так. Что у нас есть еще тут? А это у нас боздичка. Вот. Многолетняя. Ну. В грунте у нас очень плохо все зимует. Все-таки мы находимся на территории Западной Сибири. Температура до минус 40 у нас опускается. Зимой февраль, январь, декабрь. Поэтому не хочу потерять ее. В дальнейшем видео покажу, как она будет цвести. Вот такая красавица еще появилась у меня. Это будра. Посмотрите, какая она красивая. И как она подойдет к моим композициям. В дополнение. Говорят, у нас тоже зимует. Но не будем рисковать. Сегодня вот пересажу ее вот такой настенной горшочкой. Она будет меня радовать. Ну и дополню сюда еще чем-нибудь ее красочными, может, цветочками в дополнение досажу. Очень похож на будру по своему внешнему виду. Это вербенник монетчатый. Вот. Его тоже используют в композиции. В кашпо. Как красиво цветущее декоративное растение. Оно при этом еще и цветет. Вот набирают цветочки желтенькие. Листики у него как монетки. Вербенники бывают разные. Но вот этот монетчатый получил свое название за форму своих листьев. Ну и, конечно, как я не могла пополнить коллекцию своих вегетативных питуней. А особенно коллекцию звездной серии. Ведь каждый покупатель практически спрашивал у меня именно эту красавицу. И вот два таких прекрасных черенка. Будут прекрасным дополнением в этой коллекции. Вот это у меня грозовое небо, которое в том году имела в коллекции, но потеряла за зиму. А это новинка этого сезона. Это у нас новая питунья вегетативная. Выведенная у нас сибирскими селекционерами. Называется она зодиак. А зодиак у нас синий. Как звездное небо, только еще и махровый при этом. И темно-синий. И без белых всяких размывов. Ну посмотрим. Будем растить, выращивать. И результат будет налицо. Грозовое небо у меня было с цветочками. Но цветочки я все обстригла. Для того, чтобы этому растению было лучше куститься, развиваться. И конечно, чтобы можно было увеличить его количество. Почеренковать. Сегодня с утра даже открылся вот такой цветочек. С лучиками. Очень красивый. Но мы рассадники, как я уже говорила, на цветок не смотрим. Он нам нужен только для определения сорта. А дальше нам важна корневая система намного больше. И важен сам кустик. Для успешного размножения. Ну вот и поделилась я с вами теми растениями, которые пополнили мою коллекцию в июне. Радости, конечно, нет предела. Дайте мне таблеток от жадности да побольше. Если вам было интересно это видео, пожалуйста, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И мы дальше с вами будем вместе растить прекрасные цветы. Выполнять свои коллекции. Узнавать много нового и интересного. Пишите комментарии. Я с радостью буду на них отвечать. А вам желаю всего самого наилучшего. Всего доброго. И до встречи на канале Мой Сад.